Как же у меня иногда полыхает от стимдека, и в прямом, и в переносном смысле. Меня его температуры даже не просто напрягают, а чаще всего пугают. Да, Valve позаботились, чтобы руки во время игры не обжигало, и в отличие от Asus, они додумались расположить разъем карты памяти не в самом горячем месте устройства. Но 90 градусов в Dying Light 2, это как по мне, все равно перебор. Я иногда боюсь себе руки, вскипятить и устанавливая консоль в док после игры в портативе. Айо, с вами Трэнди, и сегодня я вам расскажу, как ощутимо, прям заметно снизить нагрев стимдека, а бонусом еще прибавить автономности. У меня лично получилось плюс 14% бесплатного времени работы и минус 25 градусов в RDR 2. Первоначально, что нужно сделать, это пойти в настройки, система, тут пролистать в самый низ, вот до талого, и убрать галочку с обновленный контроль вентилятора. У вас от этого действия, как минимум, некоторые очень требовательные игры вылетать перестанут из-за перегрева. Просто на самом старте несколько нытиков на всяких реддитах пожаловались, что стимдек слишком шумный, ну а Valve после этого каким-то очень тупым способом отрегулировали кривую вентиляторов так, что пока у вас стимдек в лаву превращаться не начнет, охлаждение не заработает. Хотя вот меня лично шелест даже на старых настройках вообще не напрягает. Но если он вас бесит, мы и это порешаем. Дальше из максимально важного, если вы используете вот такие сопли для дека, нафиг снимайте их и убирайте в дальний ящик. Я сейчас не про эстетику говорю, а опять же про нагрев. Вы этой фигней просто душите консоль. Да, если вы играете в дороги в какие-нибудь малотребовательные игры на 10 ваттах или меньше, то ладно. Но если вы дома играете в условный RDR2 с этой фигней, у меня к вам серьезные вопросы. Боитесь уронить изоленты и примотайте консоль к себе, это надежнее будет, чем 2 мм резины. И вот теперь переходим к тяжелой артиллерии, которая существенно изменит ваш опыт использования дека. Я хз, с какого перепуга в этих ваших интернетах развелся хайп вот на такие задние крышки. И тут не только блогеры, которым их засылают, говорят, что они норм, но и люди в комментариях их рекомендуют. Хотя, как по мне, изначально понятно, что просто железяка, не радиатор с медными трубками, а просто железяка, прислоненная горячему месту, вообще никак не может помочь охлаждать ваш стимдек. А если вы в нее пальцем тыкните во время игры, вы еще и в ожоговое отделение уедете. Да, если к этой пластине еще присобачить внешний кулер, который питается от тип C консоли, то это реально поможет. Но только при наличии термопрокладок. У меня был вот такой геймсир икс 3, который капец, как охлаждает телефон во время игры, но такая штука жрет капец сколько энергии. Геймсировскую приблуду еще отдельно питать нужно было. С деком, который в киберпанке живет полтора часа, питать еще вентилятор это вообще не вариант. Короче, не тратьте деньги на эту шляпу, она еще и стоит, как крыло от самолета, в районе четырех с половиной тысяч рублей. Если мне не верите, я ссылочку на канал Илья Замерфала наставил, он там показывает полноценные тесты, результаты у этой крышки нулевые. Намного эффективнее будет взять вот такой вариант или подобный. Если вам внешне нравится именно прозрачный стиль, такие варианты тоже есть. Выбор на любой бюджет, от тысячи до двух с половиной примерно. Я бы на вашем месте еще заморочился и поискал вариантики с пылевой сеткой, или самостоятельно ее туда впихнул, чтобы раз в полгода-год не откручивать эту крышку для вычищения пыли. Ну и давайте смотреть, что она вообще дает. Опять же обращаемся к тестам Ильи и видим, что температура в Dead Cells в одинаковых условиях в одном и том же месте в игре падает на 4 градуса. С 82 до 78, и это так-то чуть больше чем 5 процентов, а при таких раскладах в том же Dying Light 2 показатели уже не будут переваливать за 90 градусов. Но помимо понижения температуры, мы еще видим снижение оборотов кулера с 5500 оборотов до 4900, и соответственно шума с 38,5 дБ до 37,2 дБ. И тут уже получается никакой обновленный режим вентиляторов нафиг не нужен. Ну а если вам и этого мало, и нисколько не напрягают вентиляторы, и вы не хотите идти прям по сложному пути самурая, то можно скачать утилиту деки. Название сейчас на экране. Устанавливается она в пару кликов, если вы не знаете как вообще утилиты ставятся, то на ютубе уже есть миллиард гайдов. Короче, установили в гейминг моде, в боковом меню выбрали вилочку, нажали на магазинчик, и тут на самом деле много вкуснятины, просто офигеть сколько. Из мастхевного это вибрант дек, там надо чутка подтянуть сочность, чтобы экран стал сильно приятнее. Ну и наверное протон дб багаж, тоже можно поставить, он показывает статус игры на протон дб, типа серебро, золото, платина, ну вы поняли. Но мы пришли сюда ради фантастик, именно тут вы сможете накрутить кривую вентиляторов, которая вам больше нравится. Я лично шибанул, чтобы на рабочем столе дек был вообще не слышно, в играх он разгонялся, а в требовательных играх, чтобы в космос улетал. Ну а вы можете хоть жигу, хоть мальбах себе накрутить, главное смотрите, чтобы именно перегревов не было. Можете даже выставить автоматическую подстройку оборотов до значений, как было в стоке, условно до 5500 оборотов в пике и получить тот же аудио экспириенс, но температуру еще на 2-3% ниже. Ну а пока ждете чефир на стимдек, кто не в курсе, что это такое, подсказка всплыла, там должно быть примерно двукратное увеличение мощности при том же потреблении аккумулятора, если вам конечно с камнем повезло. Так вот, пока ждете, можете рискнуть и сами испытать себя в минимальном андервольтинге. Тут в целом ничего сложного нет, если даже я справился. Главное не перегибать палку, а то биос придется перепрошивать. Ну а если вам ссыкотно таким заниматься, можете просто глянуть, какие результаты получились у меня. Что для этого нужно? Скачиваем вот эту биосню, которая на экране, закидываем по инструкции содержимое на флешку, вставляем флешку в дек, включаем его с зажатым минусом, выбираем флешку в меню запуска, там выбираем первый девайс менеджер, дальше AMD CBS и в самом низу SMU Debug Option, потом Config Limits. И вот тут мы будем творить магию. CVI 3 ставим manual, следующий пункт в негатив и дальше тоже все в негатив. И вот тут в трех пунктах с циферками нужно поочередно понижать вольтаж. Сначала первый пункт ставим на 5, остальные не трогаем, Escape, Y и запускаете самую требовательную игру, которая у вас есть минимум на 15 минут. Если все норм, ставите следующий пункт на 5 и опять 15 минут игры, потом третий. Если все пятерки прошли тесты, ставите на 10 на первом, играете, потом ставите 10 на втором, играете и если консоль в какой-то момент визнит, возвращаетесь на предыдущее значение и переходите к другому пункту, пробуете его ковырять. Тут я постарался максимально кратко объяснить, опять же у Ильи там минут на 20 инструкций, кому надо тот посмотрит. И вот проделав эту процедуру, при самом печальном исходе, если у вас вообще самый фиговый чип стоит, это примерно значение 10-10-20, у вас энергопотребление упадет чуть больше чем на 4%, то есть 4% бесплатной автономности. Ну и опять же кулер начинает работать еще медленнее и консоль становится еще тише, но тут я должен предупредить, что лучше тестить шагом в 5 милливольт, иначе пишут, что можно окирпичить консоль. Ну и если у вас все удачно получилось, можете опять вернуться к предыдущему пункту и подкорректировать кривую вентилятора. И по сути получается, что у вас есть три пути, как избавить вашу консоль от выгорания на работе. Хардверный, софтверный и гибридный. Единственное, что потребует от вас денег, крышка, это примерно полторы тысячи рублей, плюс-минус. Ну а открутить и закрутить 5 винтов, я думаю каждый сможет, и вот в этом моменте, кстати, самое существенное изменение в температуре. Ну а если денег нет, можно и софтверно чуть-чуть подколдовать. Самое простое, это конечно пойти в настройки и снять галочку, будет уже лучше. Я вам серьезно говорю, у некоторых людей игры вылетают из-за перегрева на этом обновленном режиме, такое вам точно не надо. Ну а если вы умеете хоть чуть-чуть читать инструкции, то ставьте деки и меняйте кривую. Я себе вот такую накатил, нормально холодит. Меня даже 6,5 тысяч оборотов не смущает. Ну и для самураев это андервольтинг, абсолютная халява в плане автономности и уменьшения нагрева. Вы оттуда можете вплоть до 15% прироста автономности вытащить, если вам повезло. А это дополнительные полчаса игры в нетребовательные игры и плюс 13 минут игры в киберпанк. А если это все объединить, то получится тихая, холодная и долго живущая аппаратина. Общий выигрыш может получиться следующий. На 7% холоднее, на 17% тише и на 15% автономнее. Максимальное значение, которое я видел при андервольтинге 55-55-70. При них даже больше 15% получается, но таких счастливчиков единицы. Что по моим значениям? У меня получилось 40-40-50. Потребление в одной и той же локации при одних и тех же настройках в Dying Light 2 упало с долбежки в 25 ватт до 21,8 ватт. Иногда там скачки до 22,2 ватт. Это примерно 14,6% снижения. Но температура как была 67 градусов, так и осталось 67. А вот в помещении другая картина при анлоке фпс. Потребление тоже 24 ватта, но фпс вырос с 40 до 55. Это вообще кек какой-то. По идее андервольтинг это не разгон. Откуда кадры выросли, я хз. Кстати, все тесты я делал без фср в нативе с увеличенной дальностью на средних настройках. А вообще андервольт и плюс чуть-чуть смена настроек, плюс настройка кривой вентилятора. И температура Dying Light 2 у меня упала с 92 градусов до 68. При той же шумности, так скажем. Это на 35% холоднее, но не тише. Такой мой выбор. Ну а в RDR 2 у меня вообще какой-то космос получился. Вот вам мой футаж из зимней локации. Мы видим 75 градусов. Но после всех апгрейдов, так скажем, я глянул тесты в интернете. И в зеленых локациях при 40 кадрах там у людей вообще до 80 градусов температура доходит. Ну а у меня чисто от андервольтинга температура упала до 67. А с включенной кастомной кривой до 55. Ну ладно, в городе 59 градусов и просадки до 38 кадров есть, если честно. Но вы только вдумайтесь, я абсолютно бесплатно получил при локе на 40 кадров минус 25 градусов. 25 градусов, ё-моё. Это безусловно более шумно, чем при обновленной схеме работы вентиляторов. Но при 55 градусах задняя крышка чуть теплая. А при 80 она горит жарким пламенем. И вообще нужно помнить, что стимдек это вам не ноутбук. И он частоты процессора и видеоядра не скидывает для безопасности. Он просто греется, пока игра не вылетит или сам не вырубится. И тут вам уже самостоятельно решать, есть ли разница для железа, когда показывается 80 градусов или когда 50-70. Я вот думаю крышечку ещё заказать, всё-таки интересно какая там температура будет. Так, тут возникла некоторая проблема, у некоторых могут возникнуть вопросики. Почему футажи в стоке с камеры, а футажи с антервольтингом с телефона? А всё просто, я научен опытом, сразу уже снимаю с телефона, потому что мало ли что произойдёт. И вот собственно говоря, что произошло. Когда я начал записывать футажики уже с камеры, посыпались артефакты и игра просто-напросто вылетела. То есть всё, стимдек у меня не скушал. В итоге 40-40-50. Вчера ещё было всё нормально, сегодня уже не работает. Поэтому я сделал 40-40-40. И в итоге смотрите результаты. И если в стоке у нас в городе было 85 градусов и в районе 30-35 кадров с серьёзными скачками фреймтайма. Даже после того, как я включил кастомную кривую охлаждения, у меня температуры сильно не упали. И фпс также был в районе 30-35 кадров. Но после андервольтинга, вот вам уже футажи с камеры при значениях 40-40-40. У нас нормализовался фпс, он держится в районе 40 кадров, иногда с просадками до 38. И температуры упали до значений 75-77 градусов. Вне города показатели падают где-то градусов до 65. И тут мы можем снижать тдп вплоть до 9 ватт вообще без каких-либо проблем. И на самом деле меня капец как удивляет, почему такая огромная разница от значений 40-40-40 и 40-40-50. Просто типа накинулось 15 градусов из ниоткуда. Это конечно прикол, кто шарит можете написать в комментариях как такое произошло. Но меня конечно еще радует, что фпс становится более стабильным и фреймтайм тоже более стабильным. Тоже кто разбирается можете написать в комментариях как это работает. Главное помните, что кремниевая лотерея это зло и за свою железяку ответственность несете вы сами. Не окирпичьте свой стимдек такими тестами, лучше дождитесь чефира. Но галочку в настройках точно и однозначно уберите, она вредит вашему стимдеку. Ну а если ролик вам понравился, можете лайк влепить и на канал подписаться. А в описании ссылочки на мои магазины, в том числе и для стима. А на экране сейчас люди, которые поддерживают меня на бусте больше чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь щедрую поддержку, это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.